И всем привет, ребят, с вами Мистер Вак, и я с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговору и тематике, продолжению истории, которая на сегодняшний день беспокоит всех и интересна всем, да. Если вам нравятся подобного рода видеоролики, если вы хотите, чтобы скорее уже решилась эта проблема ДДОСа, решилась проблема игры на сегодняшний момент времени, есть, что уже изменилось и что мы сегодня вместе с вами обсудим. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал и участвовать в розыгрыше по тегу на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкойнов. Вся информация есть в описании. Ну а что касаемо нашей игры, то в целом, что у нас поменялось за сутки. Вчера, на удивление мое, мне удалось практически, практически без вылетов проиграть весь, практически, стрим. И сказать, что проблемы есть, вернее, проблем нету, я не могу, да. Все равно есть у нас вылеты, есть ребята, которые жалуются, у которых вообще нету загрузки, да, которые никак не могут поиграть в нашу игру и испытывают огромные трудности. Но есть как будто бы сдвиги со вчерашнего дня и хочется верить в то, что эта неделя станет крайней по решению ДДОСа. И уже к концу недели будет возможность получить какие-то новые новости от разработчиков и при решении проблемы увидеть заветную компенсацию, о которой я уже говорю на протяжении, получается, двух недель и которая, ну, логично должна появиться. Вчера, прочитав информацию в Дискорде от одного из, получается, помощников игры на официальном Дискорде Танков Онлайн, он высказал информацию и свою точку зрения, то, что у нас нету, ну, если вкратце, да, у нас нету никакой связи и официальной новости от разработчиков на сегодняшний момент времени, но после окончания всех этих ДДОСов он также верит, что компенсация у нас появится. Ну и, понятное дело, логически, что без нее на сегодняшний момент времени, ну, как-то не видится разрешение всей этой ситуации и не видится, что могут нас просто оставить без нее, да, наверное, сказал бы я так. Все-таки очевидно, что нет ничего суперстабильного на протяжении двух недель. Очень многие игроки потеряли и танкойны свои, и премиум аккаунты свои, да, когда даже не смогли зайти, забрать танкойны ежедневные. Ну, про премку, в принципе, тут, как бы, говорить не о чем, если учитывать тот факт, что игра у нас там лежала все самые популярные, самые высокоактивные часы, да, то сказать, что премочку нельзя компенсировать или не будут компенсировать, я не могу. Даже если там игра работала, условно, там ночью, работала с утра, это не отменяет того факта, что самый главный онлайн в игре – это день-вечер, да, а именно в эти периоды времени игра, как правило, у нас стабильно не работала. Поэтому, в моем понимании, все уже должно подходить к своему логическому завершению, да, и по ощущениям уже какие-то есть двиги, какие-то новые сервера уже подзавозятся, потому что даже вчера у меня пинг уже стал больше, чем он был раньше, то есть у меня до этого пинг был стабильный где-то 30-60, ой, 30-60, говорю, 30-40, вчера он был уже под 60, то есть когда пинг меняется в таком ключе, это значит, что уже происходит изменение серверов, да, и плюс вчера еще был внеплановый у нас получается рестарт. С этим внеплановым рестартом я тоже думаю, что вот как раз-таки и было изменение серверов, возможно, это какие-то пока что технические какие-то временные, возможно, это какие-то новые сервера, о которых мы пока что не знаем, о которых у меня личной информации нету. Что касаемо моей замечательной мини-игры и контрактов, я сегодня накупил еще себе контрактов под выполнение. Остается у нас здесь 8 дней до их окончания, не знаю, насколько правдива эта информация и будет ли продлен этот ивент, я очень сильно надеюсь на то, что он будет продлен, потому что я считаю, что это, ну, несправедливо, наверное, по отношению к игрокам, которые хотели бы пройти этот ивент и у которых, ну, грубо говоря, забрали эту возможность. Да, ну и вот на сегодняшний момент времени у меня уже 113 энергии, 40 ходов сделано, вернее, 38 ходов сделано, 40-ая планета у меня имеется. В ближайшее время, я думаю, что мы вместе с вами уже пойдем в этой мини-игре и хотя бы, надеюсь, что дойдем до четвертого чекпоинта. Поэтому моя ситуация такая, ну и, очевидно, без продления этого ивента пройти его, ну, я с большой долей вероятности не успею, так как времени осталось не так много, поэтому надеемся, что и здесь продленочка этих ивентов тоже сработает. Пишите, что вы думаете по этому поводу, как у вас складывалась игра вчера, могли ли вы поиграть, изменилось ли у вас что-то, почувствовали вы ли изменения и появление новых серверов, которые заметил я. Пишите все свое мнение, обязательно поддержьте данный видос лайком, если он вам понравился, если вы ждете скорейшее восстановление полностью серверов плюс компенсацию. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!